МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск программы «Экономика дня. Закрытие международной выставки туризм и путешествия в Баку». Работаю здесь я, Хайла Мамедова, и подводить предварительные итоги международной экспозиции. Мы будем с нашими гостями. Это Фарид Мамедов, директор ИТСК «Спиан» компании, организатора выставки, и Александра Стрельцова, представитель Министерства туризма Доминиканской Республики. Здравствуйте еще раз! Спасибо, что присоединились сегодня к нам в нашей импровизированной студии, которая находится в Бакинском экспоцентре, где и проводилась эта выставка. Первый вопрос будет, Фарид, к вам. Пожалуйста, вот подводя предварительные итоги выставки «Туризм и путешествия», как вы оцениваете? Ну, я начну с того, что в этом году в выставке приняло участие 277 компаний из 20 стран мира. И подводя предварительные итоги, я могу сказать, что мы можем очень позитивно оценивать итоги выставки. Более 40% участников уже подтвердили, несмотря на то, что еще целый год у нас впереди, уже подтвердили свое участие в следующем году. Вы наверняка подтвердите мои слова также, что вот одни из наших постоянных участников также заявили уже о своем намерении участвовать в следующем году. Все это подчеркивает то, что интерес к выставке очень большой. Компании и национальные туристические агентства проводят очень хорошую работу с посетителями. И, соответственно, это подстегивает их участвовать в следующем году. Получается, Фарид, практически вот вы сейчас, отвечая, сказали о том, что следующий состав международной выставки формируется уже сегодня здесь. Однозначно. Конечно же, буквально на второй день выставки мы начинаем активно работать с нашими участниками, потому что есть компании, которые хотят резервировать свою площадь, есть другие компании, которые иногда претендуют на эти площади. И, соответственно, мы начинаем работу над проектом следующего года сейчас. Спасибо, Фарид. К вам еще мы вернемся. Александра, вот Фарид сказал, что вы Доминиканская Республика, один из постоянных участников международной выставки «Туризм и путешествия», которые проходят в Баку. Расскажите о вашем участии. Какой у вас стенд? Сколько компаний он включает? Что вы представляете, с чем вы приехали в Баку в этот раз? Во-первых, здравствуйте всем. Очень приятно участвовать в этой программе. Действительно, мы являемся постоянным участником выставки. И, как правильно сказал Фарид, подтвердить участие на следующий год важно уже сейчас, потому что самые важные топовые позиции, топовые места в зале действительно нужно бронировать заранее. Я это знаю, потому что мы в предыдущие годы занимали другие места в зале. Это было не настолько, скажем, удачной позиции. Сейчас для нас самая идеальная локация, в которой мы находимся. Я думаю, что мы сможем ее подтвердить для нас на следующий год. В принципе, мы достаточно идем стабильно. Мы не будем сильно планировать какого-то расширения или уменьшения стенда. Для нас это вот такая стабильная, постоянная работа на выставке. Поэтому мы будем примерно с тем же метражом выступать. Я думаю, что мы заменим дизайн, заменим графику, чтобы... Потому что речь идет о таком ярком направлении, экзотическом, как Доминиканская Республика. Поэтому графика и визуал должен быть очень ярким, привлекающим зрителей, посетителей, чтобы они с самого входа видели, чтобы им было весело, красочно. Хотелось посетить стенд, хотелось посетить страну. А если говорить о том, с каким составом мы участвуем в этом году, то мы как основной держатель стенда, мы Министерство туризма Доминиканской Республики, выступаем консолидатором, скажем так. И на нашем стенде работают обычно компании, либо принимающие ДМС из Доминиканской Республики, либо отельеры, либо и те, и те. Рит, вернемся снова к вам, к составу участников. Мы определились, что есть страны, помимо Азербайджана, это 20 стран в этом году, 277 компаний, как вы уже назвали. А какое направление в этом году больше превалирует? То есть, больше какое направление именно туризма? На выставке представлено более 90 направлений в этом году. Но акцент больше на что сделан? Я бы отметил большое количество компаний, которые предлагают оздоровительный медицинский туризм. Более 40 компаний в этом году представляют этот сегмент. Это говорит о том, что наши азербайджанские туристы очень активно следят за своим физическим состоянием и совмещают, скажем так, полезное с приятным. Здорово. А вы бы, если бы сами были бы посетителями, участником выставки, какое бы направление выбрали? Наверное, отдал бы предпочтение больше приключенческому туризму. Парит, еще один такой вопрос по поводу именно направлений туризма. А азербайджанские компании на что сделали акцент? Также на оздоровительный? Азербайджан, если мы буквально вернемся к позавчерашнему открытию выставки, господин министр отметил в своем выступлении, что по сравнению с прошлым годом количество приезжающих туристов в Азербайджан выросло более чем на 20%. Если не ошибаюсь, на 22% очень высокий показатель по миру даже. Очень азербайджанские компании очень активно представлены в этом году. Не только Баку, также представлено 7 регионов из Азербайджана и представляют различного рода, включая, конечно же, медицинские, кулинарные. Очень интересно представлены на выставке секции кулинарного туризма именно в Азербайджане. А сколько компаний из Азербайджана? Из Азербайджана, конечно же, очень большое количество компаний. Конкретную цифру очень сложно назвать, потому что, например, ассоциация туризма Азербайджана объединила на своем стенде очень много компаний. Но определенно это больше, чем 50 компаний, представленных из Азербайджана. И с года в год, конечно же, растет профессионализм местных участников и качество подготовки. Александра, а что вы можете к этому добавить по поводу направлений именно туризма? Вот Доминиканская республика на что сделала акцент больше? То есть больше именно просто на отдых? Приятно слышать. На самом деле, действительно, вот оздоровительный туризм, я считаю, как сказал Фарид, это вообще мировой тренд сейчас. И вот вообще на выставках, в которых мы участвуем, как направление по всему миру, а у нас есть офисы по всему миру и в Штатах, и в Европе, и вот отдельный наш офис, который работает для Центральной Азии и Кавказа, везде оздоровительный туризм – это тренд сейчас. И Доминиканская республика тоже идет в ногу со временем. Для нас это новый, конечно, аспект, новый нишевый туризм, но тем не менее, как СПА направление мы уже можем выступать, уже себя позиционировать, как оздоровительный туризм в плане различных пластических, хирургических операций, стоматологии. Это мы пока еще только начинаем, но буквально 2-3 года дайте нам, и мы тоже представим это нишевое направление, что очень важно, потому что предлагать сейчас только пляж, солнце, отель – это не работает. Сейчас в глобальной нашей ситуации нужно позиционировать себя как мультинаправление. И вот мы, как Доминикана, конечно, оздоровительный туризм – это наше не первое направление. Для нас в первую очередь важно – это свадебное направление Доминикана, естественно. А потом это направление для, ну, естественно, пляжный отдых. Опять же упоминался ивент-туризм, гастрономический туризм – это все про нас. А по поводу приключений? Доминикан – это сплошное приключение, да. На самом деле, да. Это и горбатые киты, это водопады. Почему нам нравится приезжать в Баку? Доминикана в какой-то степени очень похожа на Азербайджан, потому что, во-первых, гостеприимство ваших жителей и гостеприимство наших жителей. 8 климатических зон в Доминиканской республике и у вас. 9 у нас. Да, у вас даже 9, вы здесь побеждаете, да. Но мы тоже знаем, что показать, чем привлечь. Поэтому, как Азербайджан – это приключение, это вот, да, вы приезжаете, это вот experience. То же самое Доминикана – это всегда про опыт, про какое-то вот такое что-то новое, неизведанное. Ну, вот о чем говорил Фарид, вот гастрономический туризм направлений – это тоже развивается в Азербайджане. Что вы можете сказать о еде? И для нас, именно вот если говорить о Доминикане, как о гастрономическом направлении, да, у нас очень много различных фестивалей сейчас проводится, несколько известных шефов со звездами Мишлен из Доминиканы, работают сейчас и в Доминикане, и за границей тоже. А помимо этого, сами отели предлагают разный гастрономический концепт. То есть, как гастрономический туризм, даже мы уже сейчас, разговаривая с туроператорами, с агентствами, мы уже сейчас им предлагаем вот такой вот нишевый, совмещать, скажем, обычный там пляжный отдых, да, с каким-то вот именно вот гастрономическим опытом, опять же. Опять же, я все буду возвращаться к тому, что Доминикана – вот это experience, потому что карибская атмосфера, карибский дух – это вот только там можно прочувствовать, и ради этого стоит так далеко лететь. Давайте продолжим говорить про выставку, ведь параллельно с международной выставкой «Туризм и путешествия» в Баку, также в экспоцентре проходила другая международная выставка, которая, правда, отмечала в этом году 12-летие. Это ресторанный бизнес, да, и супермаркеты. Да, пожалуйста, расскажите об этой выставке. Сколько там компаний присутствует, из каких стран, и насколько эта выставка пользуется сегодня успехом? Надо сразу отметить, что это больше нишевая выставка, поэтому она проводится 12-й раз. На юбилей выставки, международной туристической выставки, мы решили дополнить выставку «Туризм» этим нишевым продуктом, и я скажу, это очень хорошая синергия этих двух выставок, они поддерживают, подпитывают друг друга. И в этом году из семи стран представлено 28 компаний на данной выставке. И из-за того, что данная выставка очень специализированная, да, она не столько для, может быть, публики, для специалистов, поэтому очень активная деловая программа также предусмотрена в рамках данной выставки, то есть B2B-встречи, начиная со второго дня выставки, полный день проходили B2B-встречи, проходит впервые в Азербайджане кофе-фестиваль, который в лобби выставки, и тоже вызвал большой интерес со стороны наших посетителей. И могу сказать, что вновь на этой выставке также порядка 30% участников уже подтвердили свое участие в следующем году. Это очень позитивный момент, да, и замечательный. Это подчеркивает о том, что, говорит о том, что люди добиваются тех целей, которые они ставили перед собой, решая принять участие на выставке. Замечательно, вы тоже подтвердили свое участие. С радостью готова поддержать слова Фарида, потому что просто участие в выставке – это важно, это имиджевое, особенно для нас, как для направления. Но то, что выставка дополнена B2B-концептом, B2C-концептом, я считаю, что это очень сильная какая-то позиция, поддержанная и правительством, и руководством выставки. И для нас это очень важно, потому что получить помимо имиджа, получить еще B2B-встречи, получить встречу с прямым клиентом – это очень важно для нас, как для направления. Поэтому обязательно подтвердим участие, да, и спасибо вам за такую организацию. А по поводу вот нишевых выставок, вот мы сейчас обсуждали с Фаридом именно то, что параллельно с международной выставкой «Туризм и путешествия» проходит такая выставка, как рестораны, бизнесы, супермаркеты. Вы принимаете в них участие? Есть заинтересованность в Доминиканской республике в этой области? Ну, для нас, скажем, как направление, это больше как дополнительная возможность, да, посетить, посмотреть, ознакомиться с тем, что есть в Азербайджане. Опять же, если говорить о делегации, возможной, да, для дальнейшего развития нашего направления, я думаю, что оно будет позитивно идти, я уверена в этом, да, и будут приезжать наши делегации все более большие и крупные, поэтому нам нужно знать ваши площадки, ваши возможности, как именно тоже внутренний туризм, что предлагает Азербайджан, нам нужно достаточно плотно общаться, поэтому все вот эти аспекты важны, и эта выставка тоже. Александра, а вот говоря вот об общении, да, вот о взаимодействии, планируется ли, может быть, или же, может быть, уже есть такой проект вот совместной Доминиканской республики, например, с Азербайджаном? Не имеется в виду, например, на том же правительственном уровне, может быть, среди бизнеса представители именно в сфере туризма? Есть какие-то совместные проекты? Вы знаете, да, мы активно работаем, естественно, помимо выставки мы общаемся в течение года, да, важно постоянно поддерживать контакт с туроператорами, с агентствами, несмотря на то, что мы рассказываем, показываем, все время нужно интересно поддерживать, рассказывать, объяснять, напоминать о себе, да, какие-то аспекты, направление далекое, направление экзотическое, нужно понимать, как вот его правильно продавать, нужно все время вот эту поддержку держать. Мы сейчас очень рады, провели вчера очень много плодотворных встреч, появились важные для нас операторы на рынке Азербайджана, зашли, которые помогут нам стимулировать продажу, они будут, скажем, нашим посредником, да, в работе с агентствами и очень позитивные результаты вчера, поэтому я думаю, что мы уже запланировали ряд семинаров, вебинаров и каких-то, возможно, будет и B2C мероприятия тоже, также мы общаемся, естественно, с Азербайджанской ассоциацией туристической, да, нам тоже важна их поддержка, ну, безусловно, работать надо вместе, только в большой команде можно добиться хороших результатов, да, в одиночку чего-то сложно добиваться, поэтому всегда будем работать в течение года, как и всегда. Вот что еще? Если позволите, я добавлю, Александр, очень важная вещь отметила, что выставка – это как бы вершина, но недостаточно быть только на выставке и потом игнорировать год. Очень важно работать со своими потенциальными клиентами в течение года, потому что выставка – это дает возможности, контакты, но если не обрабатывать их вовремя и не поддерживать, не подпитывать этот интерес в течение года, к сожалению, сложно будет воплотить это в реальные результаты. Поэтому и активная работа команды Доминиканской республики в главе с Александрой приводит к тому, что они постоянные научные участники, потому что они умеют правильно пользоваться данным инструментом, как выставка. К сожалению, пока не все участники умеют пользоваться правильно этим инструментом, это тоже надо отметить. Иногда у людей ожидание, что они выходят на выставку, и они все результаты должны получить в течение трех дней, и бывает, что не очень правильная подготовка, неправильно ставятся цели по поводу участия, и потом не обрабатывают тех посетителей, и те контакты, которые получают на месте, и возникают вопросы к организаторам, что я не получил, скажем, определенных посетителей. Хотя все наши цифры, которые, я имею в виду, посетители, мы проводим аудит со стороны международной аудиторской компании, и мы получаем статус «You feel approved event». Наверняка вы знаете, что это очень важный статус, который показывает, что у нас на самом высоком уровне статистика и вообще организационный уровень выставки. И надо пользоваться в течение этих трех дней тем огромным количеством посетителей, которые приходят сюда, и обрабатывать их, эти контакты. Они ограничиваются всего лишь тремя днями выставки. Может быть, стоит проводить какой-то тренинг? Бесплатный B2B-воркшоп – это настолько важное дополнение. Мы не платим за него, мы получаем его как бонус. Мы делаем бесплатно. Организованные встречи, проведенные в течение дня – это очень важно. Вы знаете, это не все. Вот я благодарю вас, Александр, что вы это замечаете, потому что бизнес-контент выставки в наше время играет важную роль. Проводить просто выставку сейчас уже недостаточно. Компании требовательные стали, и я понимаю их требования. Компании хотят больше за те средства, которые они платят. И наша задача – думать об этом, что мы можем предложить им взамен. Но что касается подготовки к участию, у нас уже есть такого рода традиция. Мы в начале каждого года выставочного сезона весеннего мы приглашаем ведущих специалистов мирового уровня, которые готовят наши компании к правильному участию на выставках. Это очень важно. Конечно же, мы считаем, что образовательный процесс тоже играет важную роль для того, чтобы в будущем наши выставки пользовались еще большей популярностью. Александр, а вы сообщили, что Доминиканская Республика, ваш стенд уже участвует четвертый год подряд. Один из постоянных участников. За эти четыре года какой позитивный момент, результат роста выставки, улучшение качества выставки вы заметили? Что бы вы отметили? В плане улучшения, я думаю, что это каждый раз все профессиональный подход. Все эти аспекты, о которых я говорил в паре, сравнивая с нашего первого прихода, это просто в какой-то степени имидж. Мы были новенькие, мы смотрели, учились, знакомились, мы как-то не влились еще. Это же все-таки специфический рынок. Мы должны приходить, скажем, не со своим самоваром, а понимать вас, правильно с вами общаться, правильно подходить к клиенту. Мы были еще молодые и зеленые. Сейчас мы уже поняли, как общаться. У нас много... Очень хорошо, что партнеры переходят здесь в разряд друзей, что очень важно. И поэтому они сами готовы поддержать. Даже, может быть, им сложно, вот как еще раз вернуть к нашему направлению, оно экзотическое. Им сложно, но они готовы пойти на какие-то там сложности, научиться. Они сами хотят учиться, сами хотят продавать. Для них вот это вот тоже от сердца, от души идет. Это не только работа профессиональная, да, но и вот такой очень личный контакт. Поэтому очень правильно говорит Фарид, это работа в течение года постоянная, да. И, естественно, приятно всегда общаться с организаторами выставки. Всегда сразу отвечают быстро, точно, вежливо. Это не потому, что сейчас Фарид сидит рядом с вами? Нет, потому что я общаюсь со всеми, да. Мне зачем что-то скрывать? Я с удовольствием расскажу так, как есть. Какие-то недочеты я тоже отмечу, потому что мне и дальше участвовать, нам дальше работать. Правильная критика всегда воспринимается нормально. Вот. Очень важно вот всегда контакт. Коммуникация всегда идет очень легко, хорошо, на уровне. Вот это самое важное, потому что все остальное можно решить уже на месте, да, какие-то недочеты. Главное, чтобы был контакт, чтобы был интерес, всегда были готовы пойти на встречу. А это происходит, и все остальное, если даже чего-то не хватает, оно решится на месте. В завершение нашего выпуска, наверное, и нашей беседы с вами, я спрошу такой вопрос. Он практически будет общим. Давайте, Фарид, начнем с вас. Как мы уже поняли, что подготовка к следующей выставке начинается буквально с этой выставки. Что нового? Можете как бы рассказать, поделиться хотя бы частью того, что нового ожидается на следующей выставке? Ну, в первую очередь нужно отметить, конечно, что выставка, в первую очередь, это традиция. Ну, в чем? Это не консерватизм. Мы знаем предварительно даты, да, что первую, скажем, неделю апреля мы ждем наших гостей в Баку. Это, в первую очередь, это традиция. Конечно, нас ждут новшества, но выставка уникальна и тем, что сейчас мы не можем предсказать, что будет в течение года, что будет в определенном тренде. Ну, ясно, что мы будем развивать контент выставки, мы будем глубже заниматься B2B-встречами, мы будем увеличивать электронную часть выставок. То есть это электронная регистрация посетителей, мы создаем электронный кабинет участников. То есть это совершенствуется, да? Много с технологиями. Олегчить работу наших участников, наших друзей, я могу сказать, на наших выставках. Но, сколь бы активным не было присутствия, скажем, диджитал контента на выставках, я думаю, Александр меня поддержит, ничто не заменит живого общения между людьми. Согласна. Потому что выставки, не только эта выставка, вообще выставки будут развиваться. И, может быть, даже еще лучше, в связи с тем, что сейчас все уходят, вы знаете, может быть, даже отдаляются все эти социальные сети, живого общения настолько не хватает людям, что вот специалистам собираться в определенном месте, определенное время, определенным людям, это просто необходимо, скажу. Хорошо, Фарид. А Александра, что бы вы пожелали именно международной выставке «Туризм и путешествия», которая проходит в Баку? Учитывая, что я знаю, что Доминиканская республика, помимо вот этой выставки, принимает участие и в других международных выставках. Но вот в сравнении с другими международными выставками, в чем вот выигрывает именно Бакинская выставка? Наверное, все-таки вот в живом личном общении ВКонтакте, как подчеркивал Фарид, я думаю, что это ничто не заменит. Вот действительно, общаясь с туроператорами, с агентами, вот с нашими уже партнерами, друзьями, их очень сложно куда-то вытащить. А здесь они обязаны прийти, они обязаны поработать, и они так рады, оказывается. У нас иногда вот Доминиканская республика, как расположен стенд наш, он иногда становится площадкой для встречи. И у нас иногда стенд заполнен просто турагентами нашими, друзьями, знакомыми, которые приходят, и уже у нас такое большое групповое совещание проходит. Вот что может быть дороже этого, собственно говоря. И поэтому я желаю удачи, терпения. Вот именно с нами, с участниками, там какие-то бывают сложности с оплатами, да. Хочу подчеркнуть, что немножко, может быть, пожаловаться в следующем году, мы обязательно хотим привести часть нашей традиции, часть культуры. У нас в этом году мы, наверное, не заранее начали это делать, и вот логистика оказалась сложной. Мы хотели бы привести крутильщика сигар, там танцоров наших из Доминикана, потому что это было бы еще больше интерактив, это важнее, чем диджитал, да, скажем правильно. Красиво. Вот, и я думаю, что мы просто в следующем году немножко бы плотнее и заранее-то начнем работу, чтобы это все-таки состоялось. Потому что одно дело, когда мы, русскоговорящие представители, да, говорим о Доминикане, и когда выходит, простите, сигарщик, и крутит сам себе сигару, доминиканец, это другое дело, да? Поэтому вот это мы обязательно добавим в следующем году. А организаторам удачи, терпения, и спасибо, да, за вашу работу, за общение. Спасибо вам большое за то, что приняли участие в нашей программе. Вам успехов, Фарид, вашей компании, которая организует подобные международные выставки. Александра, вам также успехов. Очень надеемся, что все у вас получится. Мы даже в этом уверены. Еще раз спасибо. Я напомню, в эфире телеканала CBC был специальный выпуск программы «Экономика дня. Закрытие международной выставки туризм и путешествия в Баку». Это была 17-я международная экспозиция. Я с вами прощаюсь. Время нашей программы подошло к концу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова